Проектную деятельность в сфере образования обсудили в столичном кванториуме. В технопарке прошел очно-дистанционный круглый стол развития экосистемы проектной деятельности в образовании. Вначале нужно включить электроустановку. Вот, лампочка загорелась, потому что она работает. Далее нужно проверить светодиоды на их исправности. Вот, светодиоды загораются. И далее мы можем выставить несколько ступеней защиты. То есть реализованы три ступени защиты. Можно их все включить. Управлять всей системой VR, то есть виртуальной реальности, можно через такие джойстики. Детское увлечение виртуальными играми вылилось во вполне серьезный проект. Студенты Чебоксарского филиала Московского политеха Данил Бельбенцев и Дмитрий Вазанов создали систему безопасности, призванную защитить данные крупных предприятий. В прошлом году с этим проектом ребята выиграли грант в 500 тысяч рублей. Во всероссийском конкурсе «Умник». Таким образом, образовательные учреждения республики готовят кадровый резерв. Особое внимание – формирование цепочки профессионального роста. Школа, дополнительное образование, профессиональное образование, предприятие и взаимодействие юзвиньев. Есть компании, которые готовы в это вкладываться. Как помочь студентам получить грант? Для того, чтобы им успешно получить грант, естественно, им нужно правильно все оформить, правильно поставить свои цели. Студенты получали от нас компетенции, некоторое наставничество. Мы же получали их проект, который тестировали. В дальнейшем мы рассматриваем вопрос создания учебных центров, учебных комбинатов на базе образовательных учреждений, которые будут вовлекать в процесс образования с помощью наших VR-платформ не только студентов, но и сотрудников эксплуатирующих компаний по всей России. О том, что необходимо продвигать инициативную и талантливую молодежь, создавать платформы для их развития, так говорил и руководитель региона в своем послании Госсовету Республики. Сегодня это совместная работа всех заинтересованных сторон. Основной задачей поставили этого круглого стола – разработка совместных направлений деятельности по вовлечению более широкого круга молодых людей в проектную деятельность, чтобы они не просто смотрели ролики на YouTube, занимались непонятно чем, а чтобы они свою энергию направили в интересное русло, в креативное. И результатом этой работы может стать их будущая профессия. То есть они себя попробовали здесь, там, они определили, что им нравится. И потом они гораздо эффективнее могут реализовать себя в будущем, могут стать хорошими специалистами, и даже здесь чуваши получать достойную оплату труда. И нам очень нужны хорошие специалисты. В ходе разговора участники поделились опытом успешной проектной деятельности в своих образовательных учреждениях. Так, представители Московского государственного областного университета и фонда «Сколково» рассказали о наставничестве над школьными и студенческими проектами, а также организации образовательной экосистемы. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Сергей Копеев, Республика.